У нас в студии человек, который лучше всего знает, как перевести голливудский на язык родных осин. Вон играет трудную шахматную партию. Леонид Вениаминович Володарский, знаменитый человек, как тогда говорили, с прищепкой на носу. Леонид Вениаминович, скажите, а вы вот эти все словечки, фифти-фифти, герла, фейсом аптейбл, все хоккей, употребляли? Почему? Ну я к тому времени уже неплохо знал английский, ну и имел какие-то познания в русском языке, а эти слова, по-моему, употребляли люди, которые и русский до конца не знали, и английский выучить не успели. Смотрите, Леонид, 82-й год, у счастливчиков есть видеомагитофон. Вставит кассету, смотрит Рыбакоп, там, я не знаю, Рэмбо. Расскажите, как вот происходило. Вот, допустим, Рэмбо диск приходит в Москву, попадает к вам. Нет, во-первых, приходила кассета, диск, это было временное явление. Оно к кому-то приходило, этот человек обращался к переводчику. Переводчик, да. А, например. Переводчик переводил, перевод накладывался, а дальше шла чистая вода коммерция. Скажите, а вот все эти истории про прищепку, чтобы ГБ не знала по голосу... А это вот те же самые люди придумали, что октейны. Мне кажется, мы сейчас понимаем, что прищепки не было, Леонид. Они не верили, что может быть такой голос. А голос это лучше, чем отпечатки пальцев. А ты можешь делать, а, так, вату, зажимать, стой ста. Если отпечаток пальца может быть смазан, голос определяйте, стой ста. Ну, а как вот это делается? Вот как вот вы слышите, как Шварценеггер произносит, и вы решаете, что нужно сказать, я еще вернусь. Ну да. Вот скажите, как сказал Шварценеггер, и как вы перевели бы сейчас заново? Сейчас я бы перевел, я вернусь. Потому что все знают, что это такое. А в то время вполне имел право на жизнь вариант перевода, я еще вернусь. И как вы понимаете, Дмитрий Медведев именно этот перевод услышал и продемонстрировал Шварценеггеру. Вы мельсите. Вот сейчас, например, между прочим, в этом году слово «зафрендить» или «зафрендить» официально вошло в русский язык. Ну и плохо. Почему плохо? А потому что есть... А чего? Подружиться – это не то. Почему не то? Потому что «зафрендить» – это в смысле в Фейсбуке. Объявить френдом. Перевести в статус. Да, это интернет понятие. Это интернет-жаргон тогда. Каждый год в Америке выходит словарь городского жаргона. Несколько лет подряд у меня была такая возможность, я его покупал. Ну, например, что такое без 15.8? Без 15.8 – это BMW 745. Вот, когда я приехал на будущий год, и кому-то сказал, на меня посмотрели с каким-то таким... На сушевом уделе. Все. Относились. Все. Это слово вы тоже задумывалось. Да, да, это подъезд вынесли вниз, и кто-то унес. Все определяет время. Да, шузы были жаргонами. Все определяет время. Так же, как пройдет время, и все поймут, что Петя Тарантино режиссер очень средней способности. А Никита Сергеевич это уже понял. Спасибо большое вам за этот разговор, Леонид Вениаминович Володарский. В проекте «Какие наши годы» на Первом канале сегодня у нас 1982-й. Спасибо. Действительно. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!